В следующие полчаса вы познакомитесь с человеком, имеющим миллионы последователей по всей Индии и по всему земному шару. Его учения, построенные на йоге и медитации, направлены на внутренний рост и саморазвитие. Однако деятельность его фонда охватывает и другие направления, такие как защита окружающей среды, образование и здравоохранение. Также он демонстрирует невероятный прагматизм в отношении многих проблем современности. Давайте познакомимся с Садхгуру. Впервые в истории у нас есть необходимые ресурсы, возможности и технологии для того, чтобы решить все проблемы, с которыми столкнулось человечество. Всего 25 лет назад мы не могли и мечтать об этом. Единственное, чего сейчас не хватает — это осознанности. Сейчас в центре внимания находится проект Green Hands. Мы начали массовую кампанию, и на протяжении шести лет я высаживал деревья лишь в умах людей. Поверьте, это самая сложная почва. И теперь в последние шесть лет мы занимались тем, что пересаживали деревья в землю, а это уже гораздо проще. Основная цель программы по поддержке сельских областей — это возрождение человеческого духа. Знание английского языка и владение компьютерными навыками имеют большое значение для того, чтобы эти дети могли выбраться из безнадежной экономической и социальной пропасти, в которой они сейчас находятся. Не могли бы вы для начала рассказать нашим зрителям о программе Insight, ориентированной на предпринимателей? Каким бы ни был ваш бизнес, в конечном счете он направлен на благополучие людей. Фонд ISHA — это нерелигиозная, некоммерческая благотворительная организация, штаб-квартира которой находится в Южной Индии. Садгуру основал Институт внутренних наук ISHA в Северной Америке, как пространство для внутреннего преобразования и достижения всестороннего благополучия. Лишенный суеты и окруженный со всех сторон лесом и дикой природой плато Камберлэнд, институт привлекает посетителей со всего мира своими уникальными программами и мероприятиями. Мы столько всего сконструировали во внешнем мире, но ничего не сделали вот с этим. Если вы хотите благополучия, единственный выход — обратиться внутрь себя. Этому я хочу научить и вас. Вы можете быть опьянены, но не алкоголем, а жизнью. Это переход от вина к Божественному. Адди-йоги — это первый йогин, источник йоги. Адди-йоги вдохновит многие последующие поколения на то, чтобы начать заниматься йогой. Одно из наиболее выдающихся достижений Садгуру состоит в том, что он сделал йогинов из обычных людей. Мы станем частью беспрецедентного по своему масштабу движения, автопробега, который продлится целый месяц. Он стартует в Каньякумаре и завершается в Гималаях. Единственная его цель — оздоровление рек Индии. Каждый штат оказывает содействие проекту и принимает в нем участие. И это замечательно. Я очень счастлив, что Садгуру занялся этим вопросом. Это должно стать народным движением, движением за наше собственное выживание и за жизни наших детей. Если бы вы могли описать себя одним словом, примите ли вы два слова «необузданная жизнь»? Президент благодарит Садгуру за его духовный вклад. Мир полный любви, света и смеха. Время пришло. Воплотим это в жизнь. Мир полный любви, света и смеха. Продолжение следует...